Двигатели внутреннего сгорания прошли огромный путь и кажется, что не достигли предела в своем развитии. Они мощны, экологичны, но потребляют ресурсы нашей планеты. Еще в середине прошлого столетия многие автопроизводители стали экспериментировать и пробовать новые силовые агрегаты. Компания BMW была пионером в этой области и в 1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене компания продемонстрировала свой первый электромобиль в виде двух моделей 1602Е, в которой были оборудованы дюжиной обычных 12-вольтных аккумуляторов и мощностью 32 киловатта. Автомобиль не имел возможности подзарядки и мог проехать всего 30 километров, после чего батареи должны были полностью заменяться. Компания начинает глубже изучать электрический привод и выпускает модель LS Electric, которая имеет усовершенствованные батареи и электромотор. BMW запускает исследовательский проект, который направлен на то, чтобы разработать батарею с более высокой энергией. Особое внимание уделяется еще и электрическому приводу с управляющей электроникой. Для этого BMW оснащает 8 тестовых машин, сделанных на базе 325AX, электрическим приводом и отправляет их в почтовую службу. Машина могла проехать на одной зарядке почти 140 километров. Как вам для 80-х? Обнадеживающие результаты дали старт разработки полноценному электрическому автомобилю. Ведь, по сути, предыдущие машины являлись переделкой и не могли реализовать всех тонкостей электрического привода. Главной задачей стояло создать автомобиль с запасом хода для города и пригорода. Результатом работы стал автомобиль, который компания представила в 1991 году на автосалоне во Франкфурте. Назывался он BMW E1. Эту машину можно по праву считать прародителем нынешней i3. E1 имел задний привод, электромотор мощностью 50 лошадиных сил и батарею с запасом хода на 200 километров. Кузов был построен из алюминия и пластика и был рассчитан на четверых пассажиров. Их было выпущено всего две модели, причем первая модель сгорела на испытаниях и вторую модель выпустили для того, чтобы опробовать наработки, полученные во время испытаний первой модели. Целую декаду BMW тестирует технологии электрического привода и в 2009 году выпускает на дороге 600 лизинговых электрических мини-хэтч. Эти машины были оборудованы современными на сегодняшний день литий-ионными батареями и могли проезжать на одной подзарядке свыше 200 километров. В этот же год компания демонстрирует применение электрических технологий в купе с привычными нам двигателями внутреннего сгорания. Этот симбиоз компания крестила как Active Hybrid. Седьмая серия X6 стали пионерами этой технологии. Автомобили были построены по технологии мягкого гибрида, это означало, что электромотор помогал двигателю внутреннего сгорания. Электромотор был встроен в коробку передач и добавлял мощности двигателю внутреннего сгорания, а также нес рекуперативную функцию. Такая концепция легла в современные модели BMW с плагин гибридной конструкции. Но вернемся к электромобилям. Спустя год после партии лизинговых мини-хэтч компания демонстрирует автомобиль BMW Concept Active E и уже в 2011 году тысячу производственных единиц колесят по городам. Компания BMW отличается самым убедительным подходом к электрической мобильности. В 2011 году BMW презентует суббренд BMW i, который олицетворяет собой премиальную мобильность будущего. Для производства автомобилей будущего компания использует завод, который адаптирует для работы на 100% от возобновляемых источников энергии. И в 2013 году завод в городе Лейпциг начинает производить полностью электрический BMW i3. Автомобиль, созданный для городских условий, и плагин гибридный BMW i8, спорткар с расходом малолитражки. Что такое плагин гибрид? Это автомобиль, который имеет две силовые установки. В случае с i8 это электромотор, который приводит в движение передние колеса, и двигатель внутреннего сгорания, который приводит в движение задние колеса. Ну а управляющая электроника синхронизирует вращение колес. Плагин означает, что автомобиль может подзаряжаться от внешнего источника. i3 же это полноценный электромобиль, который имеет электромотор и батарею во весь пол. Он также имеет модификацию и с генератором. Но об этом вы узнаете в следующих сериях. Вы узнаете, что двигатель у i8 имеет всего 1,5 литра и 3 цилиндра, а шины i3 всего лишь чуть шире велосипедных. Зачем? Подпишитесь на наш канал и ждите новых серий, чтобы узнать первыми. Субтитры создавал DimaTorzok